Меня зовут Берри Аллен. Я самый быстрый человек, который живет. Об этом вы узнаете из нашего видеоэссе о легендарном персонаже DC. Во вселенной DC титулом «Самый быстрый человек в мире» на разных этапах обладали несколько человек, но больше всего выделяются трое. Джей Гаррик, Барри Аллен и Уолли Уэст. Первым костюм смолнии на себя примерил Гаррик. Его придумали в 1940 году художник Гарри Ламперд и сценарист Гарднер Фокс. В первом выпуске комикса юный студент получал сверхспособности в результате несчастного случая в лаборатории. Поначалу Джей Гаррик использовал свой дар, чтобы выигрывать в американском футболе, но позже одумался и встал на путь борьбы с преступностью. Первая версия костюма Флэша была вдохновлена образом быстроногого греческого бога Гермеса. В дальнейшем именно Флэш в комиксах символизировал научный прогресс и веру в будущее. Но сам Гаррик так и остался олицетворением благородных и жизнерадостных супергероев золотой эры комиксов, консервативным и во многом одномерным персонажем. Поэтому у большинства Флэш ассоциируется с другим именем — Барри Аллен. Аллен дебютировал в четвертом выпуске комикса «Шоу Кейс» в октябре 1956 года и стал не только первым супергероем так называемого «Серебряного века» комиксов, но и одним из ранних примеров перезапуска персонажа. Именно за ним и закрепился канонический образ — красно-желтый костюм с молнией. Тогда же и выделились магистральные черты характера Барри, роднящие его суперменам вера в добро и справедливость, неловкие шутки и амбиции лидера. Но в отличие от своего коллеги Скриптона, Флэш не испытывал комплекса бога и не нес груза ответственности за весь мир. Барри не мотивирован трагедией, как многие супергерои того времени. Ему просто кажется правильным бороться со злом и помогать людям. Барри Аллена придумали сценарист Роберт Каннигер и художник Кармайн Инфантино. Им помогал редактор Джулиус Шварц, один из идеологов перезапуска супергероев, который позднее придумал современный образ еще одного героя сороковых — «Зеленого фонаря». Аллен стал одним из сооснователей легендарной Лиги справедливости. Именно благодаря Флэшу читатели комикса впервые узнали о существовании множества альтернативных вселенных. В сюжете «Флэш двух миров» Барри Аллен встретил Джея Гаррика. С тех пор столкновение разных версий одного персонажа друг с другом станет фишкой Флэша. А в 1986-м костюм и маску быстроногого супергероя примерил племянник Барри по имени Уолли Уэст. За пределами комиксов Флэш несколько десятилетий появляться только в телевизионных проектах. В мультсериале «Супердрузья» 1973 года студии Ханна Барбера. Легенды супергероев 1979 года. А в 90-м году, наконец, получил сольный сериал «Флэш». Эта версия культового персонажа полностью соответствовала канонам телевизионной супергероики того времени. Взрослый и маскулинный герой с твердым чувством морали сражается с очевидным злом. Примечательно, что злодея по прозвищу «Трикстер» в сериале играл Марк Хэмилл. Но даже это не помогло шоу продлиться больше одного сезона. После этого Флэш часто выступал как второстепенный комический персонаж в других проектах DC. Он успел появиться в мультфильмах и мультсериалах про Супермена и про Лигу справедливости, во вселенной Лего и даже в «Тайнах Смолвилля» сериале о юности Супермена. В 2013 году Барри Аллен появился в сериале «Стрела» от телеканала CW. После своего дебюта Флэш получил сольный сериал и стал ключевым персонажем сериальной вселенной CW, которую прозвали «Эрроверс» в честь «Стрелы». Несмотря на ограниченные бюджеты и скепсис многих зрителей, у CW получилось построить настоящую вселенную, которая не уступала комиксам по количеству персонажей и навороченности сюжетных линий. Вместе с Флэшем и Стрелой главными героями этой вселенной стали Супергерл, команда путешественников во времени Легенды, Черная Молния и Бэтвумен. Флэш в исполнении Гранта Гассина отличается от привычного образа сурового героя DC. Он более легкомысленный, романтичный и улыбчивый. В сериальной версии, как и в новых комиксах, история Барри начинается с трагической гибели матери, что придает его борьбе за правосудие и справедливость более сложный в психологическом плане подтекст. Флэш Гранта Гассина, как и вся вселенная Arrowverse, ориентирован на подростковую аудиторию. Рейтинг 12+. Упор на романтические отношения и мелодраматические конфликты. Общий каст с популярными подростковыми сериалами, такими как «Лузеры» и «Оборотень». В киновселенной DC роль Флэша досталась эпатажному Эзре Миллеру. В первый раз он исполнил эту роль в фильме «Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера. Сначала мы видим, как Флэш из будущего оставляет загадочные предостережения Брюсу Уэйну. А потом наблюдаем, как Барри предотвращает ограбление продуктового. Как и в комиксах, в киновселенной DC Флэш вошел в состав Лиги Справедливости. В одноименном фильме зрители получили возможность по-настоящему познакомиться с новым Флэшем. Неловким, но смешным и очаровательным. В исполнении Миллера персонаж Аллена стал гиком-одиночкой, который очень сильно мечтает завести друзей. Флэш Эзре – типичные представители поколений миллениалов, ироничный взрослый ребенок. Можешь это держать? Камео сразу нескольких версий Бэтмена. Бена Аффлека И Майкла Китона Споры о том, кто же лучше, Флэш не утихают, но как раз такая многоликость супергероя и делает его особенно привлекательным, ведь у каждого свой любимый спидстер. Разные версии Флэша и в комиксах, и во вселенной Arrowverse существуют одновременно, что и подчеркнул недавний кроссовер киношного и сериального супергероя. За 80 лет своего существования Флэш стал центральным персонажем вселенной DC, вокруг которого часто строятся глобальные сюжеты и перезагрузки таймлайна, и одним из ярчайших образов супергероев в поп-культуре. Я не Шелдон, я Флэш. И теперь я пойду в Гранд Каньон, чтобы кричать и фрустерировать. Я вернусь. Независимо от того, кто находится под легендарной маской, Флэш всегда дарит фанатам то, за что его полюбили — скорость, самоотдачу и нескончаемую веру в справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова